Последние 24 новые машины скорой помощи из партии, которую Молдовия предоставила Турция, распределили по районам. Неотложки оснащены современным оборудованием, в том числе передвижной реанимацией. Врачи, особенно из более отдаленных районов, признались нам, что до сих пор передвигались на старых машинах, которые скрипели и в которых в прямом смысле сквозило. Теперь надеются, что прибывать будут быстрее, а пациентов транспортировать в комфортных условиях. 24 спасательных отряда со всей страны сегодня получили ключи и документ от новых машин скорой помощи. Майя Мазур и Зогницы вместе со своими коллегами до сих пор передвигались на старой спасательной машине, которая с трудом разгонялась до 50 км в час. Новый автомобиль предназначен для более серьезных случаев, а старым будет пользоваться общая бригада. Очень тяжело. Не успевали. Машина ломалась в пути. Это была старая модель. Долго добирались до пункта назначения. Не могли разогнать автомобиль до нужной скорости. Люди были недовольными? Да, потому что машина скрипела и в ней сквозило. Некоторые новые машины скорой помощи также являются мобильными отделениями интенсивной терапии для пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Тут все оборудование, которое нам нужно. Оно все новое. Перечислите нам, например, что это за устройство. Это дефибриллятор. Для чего он нужен? Его используют, когда человек находится без сознания. Сейчас в Молдове 409 спасательных бригад. Соответственно, и столько же машин скорой помощи, которые ежедневно выезжают в населенные пункты. В последнее время из-за респираторных инфекций значительно увеличилось количество обращений за неотложной медицинской помощью. Почти на 30% больше по сравнению с ноябрю. Госсекретарь Министерства здравоохранения не смог нам сказать, сколько новых машин еще нужно и сколько устарели. Скорая помощь имеет довольно короткий срок службы. Даже если мы пополним автопарк, есть другие, которые изнашиваются и нуждаются в обновлении. Это непрерывный процесс, и мы не можем сказать, что сегодня нам нужно 30 или 40 машин скорой помощи, потому что завтра нам может понадобиться 70 автомобилей. Эти 24 новых автомобиля скорой помощи из последней партии доставлены из Турции на основании кредитного соглашения между Республикой Молдова и Банком развития Совета Европы. Всего на данный момент в Молдове прибыли 110 таких машин скорой помощи.